Всем доброго времени суток! Надеюсь, у вас отличное настроение. Спешу вам сообщить, что лето в этот раз и вправду выдалось отпускным, и естественно все решили отдохнуть. Да и после Е3 мало чем можно нас порадовать или удивить. В целом месяц пустоват на АПК релизы, но и тут мы найдем чем нас отвлечь. Тем более, что многие из вас побывали на недавней стимусской распродаже. Ладно, пора уже и к релизам потихоньку передвигаться. И первые игры у нас будут вне списка релизов. Если вы еще не в курсе, на данный момент идет за БТ нескольких игр. Одной из таких является Война Триад. На их официальном сайте вы сможете спокойно получить ключик от игры. И собственно зайти поиграть, опробовать. В игре же мы будем бегать, стрелять, отжимать новые территории и находить свежие источники денег. По сути, это тот же Слиппинг Догс, но в онлайне. Такие вот дела. К слову о бета-тестах, вскоре в Wargaming нас обещают обрадовать ОБТ кораблей. Для тех кто не в курсе, это последняя часть серии онлайн баталий с военной техникой от Wargaming. Опробовав игру в стадии ЗБТ, я пришел к выводу, что бои проходят более непредсказуемо, нежели в остальных играх серии. Так что добро пожаловать на ОБТ. Почти два года назад вышедший зомби сурвайвал обзаведется камерой от третьего лица. С одной стороны ничего особо не изменится, но несмотря на это геймплей довольно сильно изменился. Выходит гораздо приятнее истреблять зомби, глядя в камеру от третьего лица. Выживание стало намного хардкорней. Охота начинается. Поехали. Дата выхода намечена на 2 июля 2015 года. Кто помнит наших червяков, тому подарком станет наш ремастер. И как обычно нам дадут улучшенную картинку, модельки и все прочее, что они только могли улучшить. Вормс готов сплотить вас в одну дружную червячью семейку, а сразу после заставить истреблять собрата. Чем жестче вы будете их убивать, тем веселее будет всем. А вы записались в нашу армию. Дата выхода намечена на 4 июля 2015 года. Викинги безбашены настолько, насколько это вообще возможно. Берем бочонок пива в одну руку, топор в другую и идем сеять страх и разрушение нашим врагам. Новая арена для испытаний ваших шустрых рук ждет вас. Войдите с друзьями на поле брони и сокрушайте соперников, не давая им опомниться от ваших атак. Остается надеяться, что хотя бы арены смогут устоять. Дата выхода намечена на 9 июля 2015 года. Также в июле должен выйти еще один интересный проект. Наша планета уже не один год находится под атакой инопланетян. Люди сбегаются в попытках спастись и найти новый дом. Мы же станем капитаном одного из таких ковчегов. Управление космическим кораблем дело не из легких. Главной задачей является выживание в холодном и пустом космосе. Но чтобы ваша команда смогла найти свой новый дом, вам потребуется приложить очень много усилий. Дата выхода намечена на 9 июня 2015 года. Вспоминая веселое путешествие по Лимбо, маленький мальчик бежит в неизвестности и на каждом шагу его ждут опасности. Без возможности попытаться себя защитить, без возможности найти какой-то способ выбраться и полной непредсказуемости ситуации. Все это и многое другое мы найдем в замечательном проекте Фейст. Дата выхода намечена на 23 июля 2015 года. Вы просыпаетесь где-то в далеком космосе, в неизвестной галактике и вы не имеете ни малейшего понятия, как сюда попали. Обращая внимание на свою руку, вы замечаете странный объект, который в нее имплантировали. Через некоторое время вы понимаете, что можете с ним взаимодействовать, решать с его помощью различные проблемы и расправляться со злой фауной окружающей вас. Дата выхода намечена на 27 июля 2015 года. И вновь возвращаемся к легендам северных народов. Викинги, бравые ребята, разносящие ярость по свету, сокрушая все на своем пути. Вас ждет новая РПГ с хорошо проработанным крафтом вещей. Объединяйте различные части, создавая новые предметы. Соберите свою собственную команду, приглашая своих друзей и участвуйте в мифических битвах. Дата выхода намечена на 28 июля 2015 года. На этой веселой ноте я вынужден с вами попрощаться. Пожелать приятного и, надеюсь, веселого месяца. Лето ведь в самом разгаре. Приятная погода, солнечные деньки уже давно нас ожидают. Народ уже продолжительное время отдыхает, веселится на пляже и в море. Ну а вы, мои дорогие друзья, ждите следующий выпуск ближе к августу. С вами был, как всегда, Дезертир. До новых встреч. Пока-пока. А если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. Этим вы очень поможете развитию канала. Благодарю за понимание.